на их глазах происходило столько всего что я вспоминаю еще одну историю который мне рассказал раввин один адиштайн зальца из израиля это известнейший талмудист он там переводил и вавилонские полноты многие другие там книги талмудической и раввинистической литературы и он поехал с дружеским визитом в китай вернулся оттуда очень взбудораживая представляете китайцы так давно живут что все остальные для них дети они давно не разговаривали со взрослым и тут мы серию но речь идет видимо таких китайских мудрецах которые и стали разговаривать вы бы видели как у них округлились глаза как прокидать они наконец-то нашли собеседника вот это одиночество в цивилизации когда уже трудно найти собеседника потому что ты старый это общая черта конечно евреев и китайцев и армян все остальные кругом дети пользователи соцсетей наверняка заметили наличие ряда армянских групп с антисемитской начинкой причем не только армянских в кавычках но и играющих в открытую групп с прямым содержанием названия как например азербайджанцы и евреи против армян или армяне против азербайджанцев и евреев и так далее как говорится маразм крепчал деревья гнулись и никого не смущает что в таких группах нет самих евреев администраторы как правило азербайджанцы по национальности для большей убедительности некоторых из них подписываются фамилиями сефардов и или ашкеназов при этом забывая о стилистике и почерке которому присущи исключительно кибер аскаром есть и отдельные личности нееврейской национальности и даже не азербайджанской национальности но косящих под евреев как например ник александр ойстрах который грузин по национальности он любит часто менять свой ник на разные то гостугал то еще там кто-то я думаю ко времени выпуска эфира у него уже будет там стоять другой не этих свои причины известные только им обидались в том что армянский антисемитизм пытаются развить не сами армяне а их географические соседи некоторым из этих соседей даже не понять что армяно-еврейские отношения связи берут истоки еще с тех пор когда этих самых соседей в регионе либо в помине не было либо жили не тужили и от цивилизованности лишь мечтали иной раз чтобы больше разозлить думающих евреев недумающие соседи армян затрагивают больную тему евреев холокост все чаще напоминая им об армянских легионах вермахта но перед тем как добраться до легионов я бы хотел напомнить кое-кому об истории армяно-еврейских отношений в армении евреи живут а более двух тысяч лет вдумайтесь в эту цифру евреи появились в армении задолго до того как они появились во многих тех странах которые пытаются культивировать среди армян антисемитизм исторические документы указывают что первые иудеи появились здесь в армении во времена правления царя и рода первого великого в израиле и царя тиграна второго великого в армении но все скоро нацы в своей истории армении утверждает что на царь поселил многих иудейских пленников согласно источником их было около 300 тысяч в городах армении как сообщают летописцы а в начале в древнем армавире и в селении варкес на берегу реки косах второй раз взяв в плен евреев тигран 2 поселил их в вани первая волна приняла христианство а вторая ванские евреи продолжала исповедовать иудаизм ведь известно что тигранова царство великой армении простиралась до палестинских земель кстати надо заметить что последующим малая часть евреев армении стали верны иудаизму и таковые чаще всего жили общинами в которых евреи могли жить в своем быту культуре религии соблюдая кашрут тому свидетельство и одной из старейших в мире еврейских кладбищ на территории армении в селе яфигис в марзе вайотзор да и вообще в армении почти повсеместно имелись еврейские поселения и то что евреи всегда имели права наравне с армянами не считая времен тиграна у которого побежденные народы были рабочими и не только евреи а подтверждает факт и до тиграновский к примеру в четвертом веке до нашей эры в армавире имелось крупное еврейское поселение во время нахождения на престоле армении царя ерванда четвертого евреи из армавира были переселены в новую столицу город ервандашат вместе с армянами с приходом к власти арташеса столица армении переносится уже в построенный им город арташат в который также переселяются евреи из прежней столицы и также наряду с армянами а то в отличие от персии а сирии египта карфагена набатейского царства и прочих государств евреям комфортнее именно в армении описал еще сам известный еврейский историк иосиф флавий его цитата евреям в армении живется хорошо со временем некоторые евреи в силу развитого купечества стали поселяться в более плодородные земли в персию месопотамию малую азию определенный значительный процент остался в армении именно этот процент и стал тем самым уникальным случаем в истории еврейского народа когда евреи растворились в армянах о свидетельстве ярко повествует российский политолог востоковед иудаик евгений сатановский в книге моя жизнь среди евреев далее в 17 18 веках и оставшиеся верными иудаизму евреи и армяне восточной армении подвергаются переселению шахом аббасом из армении в персию ереванского ханства и тех и других он переселяет в исфахан в хой ест абадан другие города и персии нынешнего ирана на 200 лет после туркманчайского договора когда восточная армения вошла в состав российской империи большая часть армян снова поселяется на родные земли а часть евреев армянских осела в персии другая часть переселилась в низовье тигра и ефрата территории современного ирака и в палестину следующий еврейский этап в армении начался с заселения с севера и запада в 1840 году уже в ириванскую губернию однако на этот раз они были представлены двумя общинами ашкенасской и сефардской у первых был молельный дом шул у вторых синагога шейх-мар-дыхай действовавшая кстати говоря с 1860 года и 3 еврейский этап или пласт как вам угодно армении сформировался уже во времена советской власти большая часть нынешней еврейской общины армении и состоит из потомков тех евреев что прибыли в республику во время советчины не считая зоков по данным еврейской диаспоры армении сегодня в республике людей с еврейской кровью не меньше трех тысяч однако евреями себя считают около тысячи человек в ереване имеется синагога которая была отреставрирована на деньги армянского бизнесмена еврейский культурный центр газета евреев армении коллет а до недавнего времени выходил и армяно-еврейский журнал мой издававшийся совместно с израилем и армении в ереване имеется монумент посвященный жертвам холокоста евреев в нацистских лагерях имеется и сайт евреев армении что касается армянских общин израиля палестины то она не менее стара нежели еврейская в армении свидетельством тому есть сам город иерусалим который поделен на четыре квартала иудейский христианский мусульманский и армянский надо заметить что армянский квартал иерусалима возник задолго до государства израиль и к моменту основания израиль в армянском квартале проживали примерно 15 тысяч армян сегодня их всего около двух тысяч местные армяне говорят на западно армянском диалекте многие из них также владеют ивритом и арабским языком в армянском квартале функционирует семинария где постоянно обучаются 30 40 слушателей из армении и других стран здание патриархии армянского квартала примечательно железными воротами которые сооружены в 1646 году по инициативе армянского патриарха иерусалима крикора при патриархии есть очень интересный музей и библиотека располагающая уникальными манускриптами через весь армянский квартал тянется арабская улица там проживают около 30 армянских семей обитавших в этих краях вдалеке от армении и малой азии на протяжении многих веков а сама гора арарат сейчас находится на территории турции и не принадлежит армении вот такой парадокс истории теперь об армянских легионах вермахта о которых так любят говорить в азербайджане и снова бельмо в глазу нашли чем евреев подчивать легионы приводить в пример они действительно были армянские легионы вермахта всего 11 батальонов и почти 18 тысяч человек и направлены они были не против евреев а против советской власти их задачей была независимость армении от ссср вот и пошли хоть за чертом но за свое и за свои интересы бороться вы бы лучше покопались в количестве армян боровшихся против немецких нацистов участников войны армян в разы больше чем азербайджанцев со статья статистикой сами можете ознакомиться а уж герои великой отечественной войны армян больше в три раза азербайджанцев героев учитывая что из последних были те кто и этнически к азербайджанцам не принадлежал азиасланов например талыш по национальности но в азербайджане он азербайджанец также на территории современного азербайджана расположено село чардахлу некогда населенные исключительно армянами это крохотное село было занесено в книгу рекордов гиннеса думаю догадываетесь за что если нет тогда поясню одно только это село дало великой отечественной войне 7 генералов и двух маршалов среди которых бабаджанян и баграмян а до них это село дало двух царских генералов кроме того надо бы знать кроме армян участников войны великой отечественной разбросанных по разным фронтам армяне также имели исключительно армянские дивизии их было несколько 390 стрелковая дивизия 408 809 808 их было свыше десятка полностью состоящие из армян а теперь поговорим об азербайджанском легионе вермахта о котором они сами умалчивают азербайджанский легион сложился сначала вкупе с турецким затем стал отдельно сосуществовать и назывался он изначально не азербайджанским легионом а кавказским магометанским легионом вермахта куда входили и дагестанские народы вся их численность была 40 тысяч человек сравните с 18 тысячным армянским легионом вермахта задача одних и других была в том чтобы с помощью немцев создать пантюркистское государство и примечательно что легионы эти азеро турецкие изначально начинались с лжи и клеветы в закавказском регионе подумывали о тюркском едином государстве и снова словно кол в сердце армяне надеясь с помощью немцев добиться истребления армян уже в закавказье азеро турецкие эмиссары начали писать кляузу гитлеру на армян эта записка была опубликована уже советским правительством после войны и названа зеленая папка геринга командованию немецкой армии сообщалось о ненависти армян к немцам немецкая пресса направлялась против армян winter tagblad оправдывая резню армян во время первой мировой психологически подготавливала новую резню причем покровительствовал азербайджанскому легиону сам шеф политразведки шестого управления рсх бригады фюрер сс вальтер шелленберг один из инициаторов окончательного решения еврейского вопроса своей книги мемуары изданного последний раз в москве в 1991 году на странице 271 шелленберг в подробностях рассказывает о своей симпатии к туркам и их кровным братьям азербайджанцам кроме всего прочего в нацистской германии даже имелось турецко-азербайджанские издания газета например журнал милиберлик еженедельник безим дешмесь были еще другие издания как видите азербайджан а турецкий вермахта был а что называется на коне и глупо говорить об армянском вермахте который блекнет просто блекнет на их фоне земля обетованная это выражение означает желанное место где легко и радостно куда кто-либо страстно стремится мечтает попасть подразумевает палестину куда бог в силу своего обещания привел евреев из египта где они томились плену бог сказал моисею что приведет евреев в землю хорошую и пространную где течет молоко и мед обетованная земля это названо в послании апостола павла к евреям но если быть внимательным то первой обетованной землей была армения арарат в книге бытие главе 8 задолго до исходов евреев из египта в палестину на арарате сказал бог ною выйди из ковчега ты и жена твоя и сыновья твои и жены сынов твоих с тобою выведи с собою всех животных и не буду больше поражать всего живущего ибо я благословил бог ноя и сына его и сказал им плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю это было сказано уже на арарате армения и израиль вновь обрели свои земли которые были утрачены в силу разных обстоятельств и делить этим двум народам нечего на зло врагам эти две страны обетованной возродились как птица феникс мешают соседям некогда властвующими над землями обетованными лаги траут стейс утюн